Друзья, всем привет! Как уже многие знают, 1 марта у меня стартует фруктово-овощной челлендж. И сегодня хочу показать вам один из мастер-классов, на котором мы будем писать грушу с виноградом. Всего в данном челлендже мы напишем 10 картин с фруктами и овощами. Продажи будут открыты 15 февраля. В закрытой группе будет уже список всех необходимых красок и материалов. Приглашаю всех принять участие. До скорой встречи! Вот такая у нас груша, друзья, получается. Дальше здесь у нас будет тень. Здесь тень светлее, дальше здесь она будет темнее. Здесь вот эта вот часть будет светлее, здесь уже будет полутон. Здесь будет у нас рефлекс. Вот здесь уже все в рефлексе. И вот таким вот образом мы такую обрубовку сделали. И в этой обрубовке поняли, как здесь преломляются вот эти вот светотеневые градации, которые мы сейчас будем с вами изображать как раз таки. То есть здесь на макушке будет больше света, дальше уже света чуть меньше. И вот сюда уже идет тень, тень, тень. Ну не то, что тень, да? Здесь он будет свет. Но тем не менее, Вот эта вот часть, вот эта вот часть, она будет светлее, чем, например, вот эта вот часть здесь. То есть она как бы заступает, и на нее свет больше падает, чем вот на эту плоскую часть. Ну не плоскую, то есть свет по ней скользит, потому что она находится под таким углом. А здесь она прям вот как плоскость стола практически находится, и свет на нее больше попадает. То есть свет на нее попадает больше. Эта же плоскость находится вот так, да? Поэтому свет как бы он скользит по ней, он скользит. А здесь она находится больше вот так вот, и свет в нее прям попадает. То есть эта плоскость будет, вот эта вот часть, она будет посветлее. А дальше снова уходит, плоскость вот отсюда уходит сюда, и свет по ней снова будет скользить, и за счет этого она уже будет темнее, вот эта вот часть будет темнее, чем эта. В полной мере, пока я как бы вот так, вот так вот накидываю их большой кистью, сразу объединяя их тут немножко с фоном, вот такой вот игривой манере, все это набрасываю, пока мы с вами к винограду не подходим, не подступаемся, дальше формируем тень, снова возвращаемся к тени, и вот здесь все это видим, вот даже на фотографии там очень явно и хорошо заметно, где эта тень, но она должна быть прям такой темной, и мы видим вот в этой части какой рефлекс, видите, он прям вот буквально горит, но не забываем, что он темнее, чем свет и темнее, чем полутон. Наш рефлекс, даже если вам, вы смотрите на фотографию, и вам кажется, что он вроде бы вообще такой светлый, как блик, то на самом деле это обманка, друзья, это обманка, это просто ваш глаз вас обманывает. На самом деле, такого быть не может. Я сейчас здесь опять-таки продолжаю тень формировать, немного зелененького тоже добавляю в тень, и формирую нашу грушу. Хочется мне сделать ее такой яркой, насыщенной. Дальше можно сюда посадить сразу вот падающую тень, чтобы работа у нас потихонечку тоже вся заполнялась, закруглялась. Ну и здесь практически уже тень, она полностью списывается с фоном, с темным. Там уже даже не будем ее даже выделять. Так, давайте достаточно пока. Дальше берем чуть кисть поменьше и начинаем отрисовывать те моменты. Я вот здесь верхушку чуть-чуть по-другому нарисовала, нежели на референсе, на фотографии. Я просто ее больше раскрыла. Также сразу давайте нарисуем хвостик. Наметим точнее. Пусть он будет. Он тоже придает такую живость. И если будем писать грушу без него, то, скорее всего, она будет выглядеть не такой прям натуральной, как вот если бы была с хвостиком. Хвостик еще попишем, возьмем кисть поменьше. Можно от него, от хвостика, сделать тень. К примеру, вот здесь. Давайте ее сделаем тоже для разнообразия. Моя технология, очень красивая. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Оставим тенью Окей Так что нам еще нужно на грушу добавить друзья Еще хочется чего-то вот на нее добавить Вот сюда вот что ли Такого рефлексика хочется добавить прохладного Окей давайте мы сейчас с вами к винограду еще приступим И потом уже в целом мы посмотрим Виноград у нас тоже будет такой немножко красно-фиолетово-желтенький И сейчас давайте поддавлю желтый Кадми желтый средний у меня это Внизу у винограда будет активный желтый рефлекс Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и мне кажется вот все-таки темные тоже Вот я просто не могу определиться Какие здесь лучше смотрятся Темные вроде тоже хорошо смотрятся на ней Давайте сделаем еще темные рядышком Вот такие вот Такая груша у нас получилась Здесь в принципе и темные и светлые Вот они нормально влеглись Нормально Окей И плоскость стола Берем кисть у меня здесь которая Белильная кисть Я здесь Подытоживаю Плоскость стола всю не заливая Она будет у нас просто светлой Здесь просто под Убираю Все неровности Теневые Вот этот вот рисунок тоже его убираю Все нам не нужен Окей Много не хватает живости Давайте все-таки Пару таких вот темных мазочков В фон добавим Ну такой прям У нас конечно белесый Так И еще тень Здесь ее сделаем тоже мягкий контур И вот От винограда Чтобы она мягко вошла в эту в белую В белый стол Здесь тоже смягчим Также вот здесь мне не очень нравится Тоже тень То есть здесь немножко касание с грушей Оно такое Слишком Слишком Грубое Чуть-чуть вот так вот смягчаем Как бы убираем вот эти вот все линии Четких линий Здесь не должно быть живопись Она вообще все время Где-то более четко То есть где-то контраст Контраста нету Контраста нету И так вот постоянно вот это вот чередование Вот поэтому Где-то я еще сейчас вот увеличиваю тень Под грушей Тата делала ее прям такой темный Насыщенный И дальше сюда она уже высветляется В принципе здесь хороший тон Можно его оставлять Друзья ну вот Я сегодня отсняла снова два мастер-класса И довольна Завтра последних два И все И буду писать на свободные темы Ну я наверное продолжу тоже писать Натюрморты Потому что и Пока вы будете у меня Принимать участие в челлендже Я все равно буду вас так вдохновлять Чтобы вы не останавливались Не убегали от нас И от меня Окей Ну что друзья будем с вами прощаться Эфирное время не будем занимать Всех благодарю за Проделанную сегодня работу Я уверена что у вас Классные результаты Даже можете в этом не сомневаться Я уж точно в этом не сомневаюсь Поэтому Всем Большое спасибо И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok